По окончании соревнований Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков признали, что соперничать с китайцами им пока не под силу. Но серебряная медаль тоже несомненный успех, и спортсмены пребывали в хорошем расположении духа. В беседе с нашим комментатором Дмитрием Губерниевым, участник пяти олимпиад Саутина, дебютант соревнований Кунаков, с удовольствием рассказали не только о своем выступлении. Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков Дим, первый вопрос вам. Вы выходили бороться за второе место или за победу, учитывая то, что в трех предыдущих видах программы преимущество китайских спортсменов было весомейшим? Вообще выходили бороться за медаль, скажу так. А за какую? Сами видите, что получилось. То есть не надо было допускать после пятого прыжка помарочку, конечно. Большая помарочка была, но мы допрыгали достойно, исправили все последним прыжком. Надо прыгать свои, показывать самые лучшие попытки, которые ты делаешь на тренировках, надо то же самое было показывать и сегодня на соревнованиях. Тогда можно было, можно было. Юрий, но если получается так, что общественное мнение за вашего именитого партнера было все-таки спокойно, потому что этот человек видел все в прыжках в воду. Что касается вас, как бороться с волнением для того, чтобы прыгать чисто? Стараться не думать ни о чем. Старался на Диму как-то поглядывать, что, как он делает, как следить за ним. Ну, не волноваться, тяжело, конечно, но все равно пытались вообще держать себя в руках. После пятого прыжка надо было вообще собраться капитально. А как вы собирались, когда после пятого прыжка получалось так, что мы даже четвертый и вообще призовое место могло от нас уйти? Ну, это спорт. Тем более прыжки в воду и тем более трамплин. Очень скользкий сам по себе снаряд. Все бывает. Повторяю, что не надо было допускать помарочки. Тогда бы было намного спокойнее и мы были бы, мне кажется, намного увереннее перед шестым прыжком. Юрий, что-то обсуждали с Дмитрием накануне шестого прыжка? Нет, ничего не обсуждали. Особо времени нет. 10 минут ты не успеваешь. Пока в душе туда-сюда, там как бы погрелся, размялся, да, уже и подходит твоя очередь. Все понимали, что надо сделать невозможное. У каждого свои мысли были. Тем более Татьяна Александровна сказала, надо делать. Татьяна Стародубцева. Да. Как на тренировках. Из кожи вылезли, но сделайте. Не сделали. Когда Саутин выиграл свою первую олимпийскую медаль Юрию Кунакову, Юрию Кунакову было два года всего лишь. Дим, вы могли представить, что спустя годы вам придется прыгать с человеком, который вам практически сыновья годится? Конечно, нет. Нет. Ну, откуда я мог тогда думать, что будут синхронные прыжки даже? Я в 92-м году вообще даже не подразумевал, что вообще будут синхронные прыжки. Но они так быстро появились, и так быстро народ втянулся, и понял, как это надо делать и прыгать. Ну, а Юрий, конечно, не мог тогда. Вы когда узнали о существовании Саутина? Помните этот момент? Ну, конечно. Я всегда знал, как пришел в бассейн и как бы начал как-то часто там появляться. Я видел его на тренировках постоянно. Там все говорили, вот Саутин, 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 великий, великий прыгун. Ну, и конечно. Ну, а потом я смотрел Олимпиаду в Сиднее. Самую, наверное, первую, которую я помню отчетливо. Все, и болели. Все замечательно было. Дима, у вас 1 июля родился сын. Родился сын и у Веры Ильиной, у нашей олимпийской чемпионки в прошлом году. И уже народ собирается делать синхронную пару на Олимпийские игры, бог знает какого года. Наверное, лет через 16 уже можно об этом подумать. Иван Саутин и Максим Ильин. Желаете такого будущего Ване Саутину? Ну, время покажет. Все может быть. Может быть, на самом деле оно так и будет. Ну, вот эту медаль я посвящаю, конечно, и своей жене Екатерине. Катя, я люблю тебя. Ваня, я люблю тебя тоже. Юр, вы кому медаль посвящаете? Я бы хотел посвящать своей маме. Она умерла в 2007 году. Сердце. Мне остается пожелать, что, может быть, Юрий Кунаков будет обладать таким же спортивным долголетием, как и Дмитрий Саутин. И, может быть, когда-нибудь составит достойную конкуренцию в индивидуальных прыжках с трамплина Ивану Саутину. И выступит, может быть, с ним вместе в синхронных прыжках. Все может быть. Спасибо огромное. Да. Поздравление с серебряной медалью. Это были наши прославленные прыгуны в воду. Теперь уже обладатели восьми олимпийских медалей. Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион. И Юрий Кунаков, серебряный призер олимпийских игр, который старается ничем не уступать своему титулованному партнеру. Ну, а Саутину еще предстоит на этих олимпийских играх выступать в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. И желаем удачи. Спасибо большое.